На этой конференции все наше время будет посвящено общению о 16 главе Евангелия от Матфея. Прежде всего, я хотел бы сказать вам о том, что 16 глава Евангелия от Матфея — это одна из величайших глав Библии. Эта глава настолько велика, что она содержит много новых вещей, которые до этого в Библии никогда не раскрывались. Прежде всего, Христос в этой главе раскрывается очень необычно. В Библии много говорится о Христе, однако все эти откровения не столь высоки, как в этой главе. Именно в этой главе впервые упоминается церковь. В этой главе говорится о многих важных моментах, например, ворота ада, ключи царства. Вы когда-либо слышали о таких вещах? В этой главе говорится о построении церкви. Построение церкви на этой скале. Со многими петрами. Со многими маленькими камнями. Это что-то совершенно новое. Нам необходимо понимать, что вопрос самоотвержения — это также совершенно новый вопрос. первый раз о всей Библии, самоотвержение упоминается именно в этой главе, в 16 главе Евангелия от Матфея. Более того, я хочу сказать, что только в половине 16 главы содержится, по крайней мере, 16 важнейших моментов. Я попробую их вам перечислить. Христос, церковь, это второе, третье, царство, четвертое, ворота ада, пятое, ключи царства, шестое, это скала, седьмое, камень, Петр, восьмое, построение церкви, девятое, и десятое, этого я вам сейчас не скажу. Я хочу оставить это в тайне. Одиннадцатая, сатана, двенадцатая, это самоотречение, тринадцатая, необходимость брать крест, или несение креста, четырнадцатая, четырнадцатая, это потеря, или спасение души. Пятнадцатая, это следование за мной. Возьми крест и следуй за мной. Следование за Господом. Это пятнадцатая, шестнадцатая, это награда, награда в царстве. Конечно, если хотите, я могу добавить еще два момента. Семнадцатая, это приход Сына Человеческого. Приход Сына Человеческого. И восемнадцатая, приход Сына Человеческого в Его Царстве. Не только приход Сына Человеческого, но и приход в Царстве. Всего восемнадцать моментов. Господа Иисусу необходимо было привести своих учеников подальше от религиозного города, от религиозного центра. Там находился святой город, святой храм, а он привел их в место с ясным небом. и там не было никакой религиозной атмосферы. Ясное небо. Именно там, под ясным небом, свежей атмосфере, он задал вопрос своим ученикам. Кем люди считают Сына Человеческого? Они ответили, некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель, другие говорят, что ты Илья, иные говорят, что ты Иеремия, или один из пророков. Все это совершенно нелепые религиозные разговоры. Все эти нелепые разговоры исходят из природного религиозного разума. Религиозные люди в то время считали его Иоанном Крестителем, Ильей, Иеремией. Все это пророки, и возможно, это еще один из пророков. Господь не стал их упрекать, Он просто не стал обращать внимание на эти бессмысленные разговоры. Тогда Господь обратил вопрос к самим ученикам, а вы, вы кем меня считаете? Кто такой сын человеческий? И довольно неожиданно, к удивлению всех остальных учеников, Петр встал. Вы знаете, что Петр всегда встревал не кстати, но на этот раз он сделал все правильно. тут он был прав. Он ответил, ты Христос. Ты не Иоанн Креститель, ты не Илья, ты не Иеремия, ты не один из пророков. Ты Христос. Христос. Определенный артикль перед этим словом очень важен. Это значит, что ты не просто Христос, а ты тот самый Христос. Ты тот самый Христос. Христос. Теперь я должен рассказать вам что-то. В Ветхом Завете были священники и были цари. Кроме того, были пророки. всякий раз, когда кто-либо из этих людей начинал функционировать, поступал в ученики, им необходимо было помазание. Все пророки были помазаны, все цари были помазаны, все священники были помазаны. У нас нет времени рассматривать это очень подробно, однако принцип в Ветхом Завете состоит в том, что всякий человек, которого использует Бог для исполнения его управления, должен быть помазан. Здесь мы видим принцип помазания. помазание необходимо для того, чтобы осуществлять Божье управление, осуществлять Божью функцию, осуществлять работу Бога. Что бы Бог не хотел сделать, что Бог не хотел свершить, все это очень тесно связано с помазанием. Христос значит помазанник. Христос это тот, на кого Бог излил самого себя, как мира, чтобы осуществлять его управление. Это нам нужно знать. Господь сказал, Петр, ты благословен, потому что ты Симон Вариона. Ты человек из плоти и крови. И ты сын такого человека. Ты не первое поколение, ты второе поколение, ты Вариона. Вариона значит сын человека из плоти и крови. И не только ты состоишь из плоти и крови, твой отец также состоит из плоти и крови. Однако ты увидел что-то, ты увидел что-то небесное, и это было открыто тебе не плотью и не кровью. и это открыл тебе отец, который на небе. Ведение. Как вам кажется, Петр понимал, о чем он говорит? Скажите мне. Если вы скажете нет, я скажу да. Если вы скажете да, я скажу нет. с одной стороны, он знал, с другой стороны, он не знал. Я не знаю, где он был. Но так или иначе, Петр увидел это откровение. Он увидел это откровение с небес. Возможно, позже мы к этому вернемся. Затем Господь Иисус сказал ему, ты блажен, ты Симон, ты Вариона. Ты просто плоть и кровь, но ты блажен. Ты благословен не плотью и кровью, ты благословен Отцом, который на небе. Он является твоим другим источником. теперь я также говорю тебе, что я построю свою церковь на этой скале. Перед этим Господь говорит, я говорю тебе, что ты Петр. Ты не просто Симон, ты Петр, ты камень. Мы все знаем об этом. Этот стих можно также перевести «Я говорю тебе, что ты камень, и на этой скале я построю мою церковь». А теперь мы поговорим о скале, об этой скале. Что такое эта скала? Что обозначает эта скала? прежде всего, несомненно, эта скала обозначает то, что было раскрыто. А раскрыт был Иисус как Христос, как Сын Живого Бога. Это скала. скала обозначает прекрасную Личность, которая является миром и жизнью. Эта скала обозначает Личность, которая помасана и которая является Сыном Бога. Иначе говоря, это как мира, так и сама жизнь, как масло, так и вода. Эта скала является этой личностью, прекрасной личностью. Эта личность является жизнью внутри нас и также функцией снаружи. вот что это скала. Второе. Эта скала также обозначает откровение об этой личности. Эта скала обозначает то откровение, которое увидел Петр. Это то откровение, которое увидел Петр. Петр увидел откровение, и это самое откровение становится скалой. Церковь строится не только на личности. церковь строится также на откровении об этой личности. Это еще не все, послушайте. Эта скала также обозначает провозглашение Петра. Петр сказал, ты ты Христос и ты сын живого Бога. Петра провозглашение Петра. Петр возвестил, провозгласил этот факт, и это также является скалой. Позвольте, я приведу вам здесь небольшую иллюстрацию. Брат, подойди сюда. Вот личность. Представьте, личность находится здесь, но он закрыт. Эта личность закрыта. А теперь покрывало снимается, и вы получаете откровение. И когда вы получаете откровение, вы будете провозглашать это. «Брат, как тебя зовут? Фрэнк?» Вы скажете «О, Фрэнк!» Видите, у вас есть, во-первых, личность, во-вторых, откровение, и в-третьих, провозглашение. «О, Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!» Вот что подразумевается под этими тремя аспектами. Личность Христа, откровение Отца, и также ваше провозглашение. Личность здесь находится. Теперь Петру необходимо откровение, и Петр получил это откровение. После того, как он получил откровение, он провозгласил это. «Ты!» «Ты!» «Хорошо». Вы — Церковь, Христос является скалой. Тогда скажите, как вы можете созидаться на этой скале? Я не спрашиваю вас, кто вы. Я не спрашиваю вас, кто является скалой. Я просто прошу вас, скажите мне, каким образом, благодаря чему вы строитесь на этой скале? Попробуйте ответить мне. Более того, я думаю, что многие из нас, почти все из нас едва ли задумывались о том, что первое послание Коринфянам, вся книга является продолжением 16 главы Евангелия от Матфея. Вы когда-либо задумывались об этом? Почему я так говорю? Дело в том, что в 16 главе Евангелия от Матфея упоминается помастник, Христос. И в 16 главе Евангелия от Матфея говорится о скале как основании. А в первом послании Коринфянам упоминаются именно эти вещи. В первом послании Коринфянам говорится о Христе. В первой главе Павел спрашивает, неужели Христос разделен? А в 12 главе говорится, тело одно, а имеет много членов. Так и Христос. Также в первом послании Коринфянам говорится и о скале, о рассеченной скале с текущей водой. И эта рассеченная скала с текущей водой в первом послании Коринфянам является основанием. Никакого другого основания человек не может положить. Есть только одно основание — Иисус Христос. Если сопоставить все эти стихи, то можно увидеть, как мы можем созидаться на этой скале. Созидаться на этой скале в Евангелии от Матфея значит увидеть личность, увидеть откровение и провозглашать это, говорить «Аминь». Говорить «Аминь» тому, что вы видите, и провозглашать то, что вы видите. Это начальный этап. «О, Христос, Сын Живого Бога!» Вы просто провозглашаете это. Вы возвещаете это всей Вселенной. И таким образом вы созидаетесь. Вы созидаетесь на этой скале. Однако это лишь начало. Но как же нам продолжать? Эта скала является рассеченной скалой. И из нее течет вода. То, что эта скала была рассечена, обозначает распятие. А то, что из нее течет вода, обозначает то, что жизнь в Духе течет через воскресенье. Эта скала рассечена, она распята, и сейчас она течет в воскресенье. И эта текущая река обозначается в Первом Послании к Олимпинам как животворящий дух. Животворящий дух это текущая вода. Вода, которая течет из отсеченной скалы. Распятый Иисус теперь изливает животворящего духа в воскресенье. И затем в 12 главе Первого Послания к Олимпинам говорится, что мы все находимся в таком положении, что мы можем пить эту живую воду. Итак, как мы можем созидаться на этой скале? Благодаря тому, что мы пьем. Мы пьем живую воду из рассеченной скалы. Если мы увидим это, если мы увидим ясно, что независимо от наших усилий, сколько бы ни прилагали усилий, чтобы состраивать других или состраиваться с кем-то, это совершенно невозможно. церковь строится на этой скале. Мы все должны получить такое видение. И мы все должны провозгласить то, что мы видим. Мы все должны сказать «Аминь!» Это Христос. Это Сын Живого Бога. Мы должны провозгласить это, однако не забывайте, что это только начало. А теперь я скажу вам, что такое девятый, десятый номер. Девятый номер это распятие Господа. А десятый это Его воскресение. Вы обратили внимание, что посреди, в самой середине тех восемнадцати моментов, которые я вам упомянул, Иисус сказал Своим ученикам, что Он будет распят. И после этого Он воскреснет. Быть распятым значит быть рассеченным. быть воскрешенным значит течь. Та скала, на которой строится церковь, должна была быть рассеченной, чтобы живая вода могла течь. Он был рассечен. И текущая вода полилась Его воскресенье. В первом послании Коринфянам, 15 главе, говорится о воскресении. В воскресении последний Адам стал животворящим духом. Последний Адам был рассеченной скалой, А животворящий дух это живая вода. Та вода, которая течет Его воскресенье. Она течет в воскрешенном Христе. И сегодня мы пьем из рассеченного и воскрешенного Христа. И благодаря тому, что мы пьем от этого Христа, мы получаем текущую воду. И эта текущая вода дает нам рост и производит созидание. Итак, церковь строится именно таким образом. Матю 16, 18 Я уверен, что то, о чем говорится в 18 стихе 16 главы Евангелия от Матфея исполняется сейчас среди нас. Я в этом совершенно уверен. Я уверен в этом. И я уверен, что на этот раз Господь дал нам новый свет. Новый свет, позволяющий увидеть это. Для чего? Для какой цели? Для того, чтобы исполнилось его пророчество в 16 главе Евангелия от Матфея. Для того, чтобы это исполнилось среди нас. Я удачу осуществления.